По данным МВД, почти полмиллиарда рублей перечислили мошенникам жители нашего региона в прошлом году. С начала нынешнего только чебоксарцы уже перевели более 300 миллионов, а свыше 100 человек в Чувашии за последние два года попадались на уловки аферистов даже не по одному разу. Уберечь людей от денежных потерь и предотвратить дальнейший рост преступлений помогут волонтеры. Сегодня и завтра в столице республики проходит первый в своем роде форум финансового просвещения «Волга-Фин». Участниками форума стали представители различных организаций и волонтеры, которые занимаются повышением финансовой грамотности населения. Они приехали из Москвы и Севастополя, Мордовии и Мариэл, Липецкой и Новосибирской областей, Канты-Мансийского округа Югры. На форуме знакомят с успешными практиками регионов и современными методами работы. В Чувашии, как и по всей стране, растет число финансовых волонтеров, тех, кто готов научить людей более ответственно относиться к своим деньгам, планировать свой бюджет и не становиться жертвами мошенников. Отмечу, что вопреки стереотипам, по статистике на уловки аферистов больше всего попадаются работающие люди от 30 до 49 лет. Глава Чувашии подчеркнул в нашей республике выработана система по повышению финансовой грамотности населения. Мероприятие проводят для всех жителей, начиная от воспитанников детских садов и до пенсионеров. И это особенно необходимо в эпоху цифровизации и с появлением цифрового рубля. Проекты Чувашии не раз отмечали на федеральном уровне. В 2020-м открылся Республиканский центр финансовой грамотности. В прошлом году создано первое профессиональное объединение консультантов Ассоциации правовой и финансовой грамотности «Перспектива». В республике уже официально зарегистрировано более 700 волонтеров финансового просвещения. Сейчас в стране активно обсуждают проект стратегии финансовой грамотности до 2030 года. «Количество информации не определяет поведение человека. К счастью или к сожалению, но это так. До кого-то мы так и не дойдем, потому что уши закрыты, как бы мы ни старались. А до кого-то и дошли, а он все равно потом больше верит мошеннику, чем еще кому-то бывает. Да, каждый день так происходит. Поэтому вынуждены искать формы работы, которые бы действительно были актуальны и доходили до нужного результата».